МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На первом Приднестровском программа «Вовремя» в студии Татьяна Крачун. Здравствуйте! И вот что вы увидите в этом выпуске. Новый виток экономической блокады услышит ли молдавская страна доводы Приднестровья? Первый самостоятельный бюджет Днестровска. Его приняли, как и главный финансовый документ Террасполя. Монетизация льгот. Что будет лучше для всех граждан? Им по зубам любые преграды. Военнослужащие ОГРВ оттачивали мастерство в управлении боевыми машинами в сложных погодных условиях. Итоги прошлого года и задачи на этот. Сегодня состоялось расширенное заседание коллеги Следственного комитета. Одно из самых молодых ведомств в республике впервые отчиталось за полный год. В работе заседания принял участие президент об успехах и о том, над чем еще предстоит работать в нашем следующем материале. Минувший год в Следственном комитете называют сложным, но все же результативным. Хотя, как отметили на коллегии, следователи ставку делают на качество, а не на количество. Но все же некоторые цифры привели. Так, за прошедший год общее количество уголовных дел, находившихся в производстве, превысило цифру в 5,5 тысяч. В среднем на каждого следователя республики пришлось по 46 уголовных дел. За 2013 год следователями было прекращено по различным основаниям 1015 уголовных дел, или 18% от числа дел, находившихся в производстве. Процентный показатель всех прекращенных дел аналогичен показателю 2012 года. Однако количество уголовных дел, прекращенных по реабилитирующим основаниям, в 2013 году сократилось. Так, 523 дела было прекращено в 2012 году, а в 2013 году всего таких дел было прекращено 487. Это свидетельствует об улучшении качества расследования уголовных дел и повышении эффективности процессуального контроля. Одну из положительных тенденций 2013 года отметил глава государства. На 47% снизилось количество тяжких преступлений. Обратил внимание Евгений Шевчук и на раскрываемость убийств. За год в суд было направлено 39 дел. Нераскрытыми остались единицы. Основная категория преступлений, совершаемых в 2013 году, это преступления имущественного характера, кражи, грабежи, разбойные нападения. В производстве сотрудников управления находится большое количество экономических преступлений. Есть определенный процент уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Президент республики в своем выступлении отметил приоритетные направления деятельности Следственного комитета. Наряду с раскрытием убийств, разбоев и грабежей, а также преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, глава государства призвал активизировать работу в направлении экономических преступлений. В этом вопросе Евгений Шевчук обратил внимание на факты сокрытия налогов. Неуплата страховых износов и налогов имеет очень высокую опасность для всего общества. И у нас сохраняется менталитет, что у некоторых частей общества сохраняется менталитет, что сокрытие объекта налогов от налогов, неуплата налогов, это в некотором случае подвиг. И эту ментальность необходимо менять, в том числе, наверное, и усилением ответственности за умышленные действия, связанные с уклонением от уплаты налогов и неуплаты причитающихся налогоплатежей. Вместе с тем президент приводит цифры. По сравнению с 2011 годом в прошлом налоговые отчисления выросли практически в два раза. Это говорит о выведении деятельности экономических агентов из тени. Затронул глава государства и вопрос увеличения количества фальсифицированных лекарственных препаратов. На сегодняшний день нету должной подзаконной нормативной базы, которая бы определяла критерии фальсификации лекарственных препаратов. И в этой части правительству Принесовского Молдавской Республики вместе с соответствующим государственным учреждением необходимо дорабатывать в ближайшее время во взаимодействии со следственными аппаратами уточнение ряда критериев, которыми можно было бы отнести те или иные аппараты к фальсифицированным. Евгений Шевчук отметил также некоторые сложности в работе Следственного комитета. Среди основных недостаточная материально-техническая оснащенность. К примеру, в каждом местном управлении Следственного комитета находится всего по одному автомобилю. Кроме того, в следственных органах сегодня наблюдается дефицит опытных кадров. В заключении глава государства поблагодарил всех сотрудников за проделанную работу в прошедшем году. Сузанна Авакян, Александр Кожухарь и Егор Бекерский. Первый Приднестровский телеканал. Изменения в налоговый кодекс Молдовы стали главной темой на встрече рабочей группы по экономике. Обсуждение длилось несколько часов. К чему в итоге пришли эксперты с двух берегов Днестра, расскажет наш корреспондент. С 1 января правила игры для приднестровских предприятий вновь изменились. Нововведения в налоговый кодекс, принятые в Молдове, обязывают наши заводы и фабрики уплачивать новый налог. Молдавский бюджет – акцизный сбор с импорта. Дискуссии за закрытыми дверями продолжались более трех с половиной часов. Но каких-либо официальных предметных разъяснений от молдавской стороны приднестровские специалисты так и не услышали. Мы говорили о том, что существуют на сегодняшний день потери хозяйствующих субъектов в Приднестровье, которые даже по двум хозяйствующим субъектам по аналитике составляют более двух миллионов долларов. К сожалению, с молдавской стороны была выражена позиция, что импортные операции практически нулевые и никаких потерь наших субъектов не будет. Дополнительная налоговая нагрузка на наши предприятия будет ощутима, говорят приднестровские эксперты. Молдавские коллеги продолжают делать вид, что новые правила не будут обременительными. Дискуссию по этому вопросу продолжат на следующей встрече рабочих групп, которая запланирована на конец февраля. Учитывая те барьеры, которые созданы для наших хозяйствующих субъектов, ранее существующие и вновь введенные с 1 января этого года, мы подготовили протокольные решения о механизме свободной торговли между Приднестровьем и Республикой Молдова, который сегодня официально передали для рассмотрения и обсуждения на дальнейших площадках рабочей группы. Понимание у молдавских коллег приднестровские эксперты не нашли и по земельному вопросу. В Дубасарском районе более 7 тысяч гектаров селькоз угодий находится в пользовании фермеров Молдовы, при этом часть земель не обрабатывается. Наши позиции исходят из того, что добросовестные землепользователи Республики Молдова могут пользоваться определенными льготами при условии заключения договора аренды и регистрации в органах города Дубасара и Дубасарского района. То есть, по сути, большая часть положения механизма 2006 года абсолютно соблюдается, но мы идем не навстречу, мы предложили этот механизм на более длительные сроки, а именно на два года. Свои предложения по этой и другим проблемам Приднестровская сторона представила в письменном виде, но руководитель молдавской делегации отказался их принять. По мнению заместителя главы МИДа нашей Республики, Кишинев продолжает политизировать и затягивать решение этого вопроса. Станислав Стоянов, Сергей Василев, Первый Приднестровский телеканал. Сотрудники Комитета госбезопасности ликвидировали преступную группу, которая занималась торговлей людьми. На кадрах оперативной съемки житель города Бендеры, гражданин Трипхо, пытается продать документы на двух девушек, одна из которых несовершеннолетняя. Это надо будет выписывать, а если очень надо, то не надо будет. За каждую из девушек мужчина просил тысячу долларов. В качестве покупателя выступил сотрудник КГБ, поэтому осуществить сделку продавцу живого товара не удалось. Он был с двумя девочками. И когда он вышел вначале с машины, через некоторое время вышли девочки. Попросил, чтобы девочки вышли по сигналу. Вышли девочки. Через некоторое время не успел опомниться и довольно быстро очутился на земле и в снегу в наручниках. Пытался продать двух девушек для занятия проституцией. Одна из девушек была несовершеннолетняя. Покупателем выступил сотрудник КГБ, который после оплаты провел задержание данного гражданина. В настоящее время Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Проводятся дальнейшие следственные действия. Кроме того, в КГБ установили и второго участника преступной группы. В настоящее время он объявлен в розыск. Заседание Объединенной контрольной комиссии вновь не состоялось. Диалог теперь на грани срыва. Причина не нова. Работу снова блокирует молдавская сторона. На этот раз поводом к такому поведению послужил вчерашний инцидент в селе Парканы. Напомним, директор и бухгалтер Молдавского лицея имени Лучиана Благи были задержаны сотрудниками правоохранительных органов Приднестровья. Они незаконно ввезли на территорию республики крупную сумму иностранной валюты. Мы сегодня пригласили на заседание Объединенной контрольной комиссии представителей правоохранительных органов. Они должны были сегодня отчитаться о деятельности за 12-й год. Мы сегодня пригласили военного коменданта города Бендеры, который нам должен был рассказать об обстановке в районе использующего режима безопасности и также дать оценку общей ситуации. Этого не случилось. Напомним, подобный стиль работы практиковался и в прошлом году. Тогда молдавская делегация на протяжении полугода блокировала работу Объединенной контрольной комиссии. За это время в зоне безопасности появилось шесть новых пограничных миграционных постов. Они это делают специально для чего-то. То есть совершают эти противоправные действия, а потом обвиняют Приднестровскую сторону. Но так делать, конечно, нельзя. Мы за диалог. Мы за дальнейший конструктивный диалог. И считаем, что данный механизм является самым конструктивным и полезным в нашей работе. К реализации сегодняшней повестки дня так и не приступили. Когда Объединенная контрольная комиссия вновь начнет свою полноценную работу, покажет время. Бюджеты Тирасполя и впервые Днестровска приняты. Определены все параметры, прописаны статьи расходов и доходов. С чем будет работать столица и ее город-спутник в этом году. Об этом Александра Шипилова. В этом году Днестровск впервые перешел на самостоятельный финансовый баланс. Однако по-прежнему город останется в составе столицы. Депутаты Тираспольского горсовета утвердили бюджет города-спутника. Он составит примерно 29 миллионов рублей при дефиците в 4 миллиона. В любом вопросе есть свои плюсы и есть минусы. Конечно, то, что у Днестровска отдельный бюджет и по доходам, и расходам – это плюс. Минус, наверное, в том, что бюджет формируется в основном за счет налоговых поступлений. Ну, не в основном, а львиная доля. Это налоговые поступления молдавской ГРЭС. Поэтому бюджет его выполнения будет зависеть во многом от того, как будет работать молдавская ГРЭС. Объем отпуска электроэнергии ее, уровень заработной платы работников молдавской ГРЭС, потому что одна из основных статей дохода – это подоходный налог. Будем надеяться, что будет работать молдавская ГРЭС и что бюджет будет выполнен. Это одна из возможностей отправить или усилить местные органы власти города Днестровска, для того, чтобы они могли самостоятельно у себя там на месте этим бюджетом распоряжаться. Что касается столицы, то ее доходы составят чуть более 290 миллионов рублей. Дефицит местной казны будет почти 44 миллиона. Эти средства планируют взять из дополнительных бюджетных источников. На социально защищенные статьи городские власти планируют направить большую часть доходов. Мы запланировали по капитальным вложениям в соцсферу 33 миллиона, в сферу ЖКХ и на благоустройство города 17 миллионов, 3 миллиона на приобретение оборудования в наши учреждения УНО, ФКС, УК, 7 миллионов платежей сублизинга по троллейбусному управлению, в том числе и страховкой платежей по прошлому году. Основная направленность тех остатков, которые помимо социально защищенных, это все-таки выполнить обязательства перед горожанами касательно досугового центра «Мир» на Кировском поселке, касательно пристройки к 14-й школе, касательно спортшколы футбола закончить эти мероприятия. Кроме этого, на нужды дорожного фонда направят около 25 миллионов рублей, из них 15 на средний ремонт дорог. Александра Шипилова, Светлана Березовская и Олег Коваленко. Первый Приднестровский телеканал. Льготы или деньги? Что лучше для граждан? В Приднестрове более 200 тысяч человек пользуются льготами. В основном они предоставляются на коммунальные услуги, на проезд во всех видах транспорта, а также на лекарства, протезирование и санаторно-курортное лечение. Однако не все граждане могут ими воспользоваться. Поэтому в республике сейчас обсуждается вопрос монетизации льгот. Подобная реформа с 2005 года началась в России. О ее плюсах и минусах расскажет Александр Логутин. Пенсионеры, инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, защитники Приднестровья и семьи участников боевых действий, ветераны труда, многодетные семьи. Сегодня эти и другие категории граждан пользуются льготами. В основном они предоставляются на все виды коммунальных услуг. Проезд в общественном транспорте, для обеспечения медикаментами, при протезировании и санитарно-курортном лечении. Есть и такие льготы, которые государство сегодня не может обеспечить в полном объеме. В связи с отсутствием денежных средств на протяжении многих последних лет законом о республиканском бюджете на каждый финансовый год предусматривалось приостановление ряда льгот из-за отсутствия возможности их финансирования. Всего в Приднестровье более 200 тысяч льготников. Однако не все приднестровцы могут воспользоваться положенными льготами. Например, не каждый пенсионер в сельской местности пользуется услугами транспорта. Поэтому очень часто возникают споры, что лучше – льготы или деньги. Лучше, чтобы платили, потому что они все ездят. А которые ездят, ну, наверное, думают, люди в возрасте, они не часто ездят. Мне кажется, что лучше иметь льготы, потому что та доплата, она будет меньше, по-моему, чем те льготы, которые еще хотя бы предоставляются нашему населению. Лучше, чтобы все-таки доплачивали. Почему? Лучше, потому что льготы сегодня удобные, а завтра они неудобные, эти льготы. Оказываемые услуги различные. Вот мне они сегодня нужны, а завтра они мне не нужны. А уж доплатят, так я уже что надо, то и буду делать. Лучше, чтобы льготы были, потому что деньги, это и деньги, они все равно расходуются. Может, иногда не по назначению, а льготы все-таки они чувствуются. Лучше доплачивать пенсионерам к пенсии, нежели годы, потому что есть бабушки, которые не пользуются транспортом. Монетизацию льгот провели в России. Она началась в 2005 году. Реформа проходила в несколько этапов. Согласно первому, льготникам возмещались деньги за проезд во всех видах транспорта, а также на медицинское обслуживание и лекарственные препараты. Второй этап российской монетизации включал в себя возмещение средств за коммунальные услуги. Необходимость проведения такой реформы есть и в Приднестровье. Не все категории граждан сегодня используют те предоставляемые им льготы в полном объеме или вообще именем пользуются, что приводит к выводу о необходимости монетизации льгот. Но к этому вопросу необходимо подходить очень взвешенно, разумно, с учетом тех финансовых средств, которые сегодня имеются в бюджете. В этом году сохраняются все социально значимые льготы, которыми сейчас пользуются жители Приднестровья. Их спектр намного шире, чем в Молдове, говорят в Министерстве по социальной защите и труду. При том, что уровень соцвыплат и пенсий в нашей республике выше, чем в соседнем государстве. Это часто привлекает граждан Молдовы, которые принимают гражданство в Приднестровье. Тем самым они пополняют ряды наших льготников, на содержание которых выделяются немалые средства из республиканского бюджета. Экзамен повышенной проходимости в оперативной группе российских войск в Приднестровье осваивают вождение техники в сложных погодных условиях. На автодроме побывал и наш корреспондент Ярослав Богат. На преодоление трассы не больше пяти минут. Змейка, габаритная восьмерка, тупиковая эстакада. Элементы хорошо знакомы и тем, кто когда-либо получал автомобильные права. Но здесь их выполняют не на легковых, а на военных автомобилях, да еще и на заснеженной трассе. На автодроме Урал с виду кажется, что этой машине по зубам любые преграды. В кабине Урала действительно чувствую себя королем бездорожья. Несмотря на внушительный вес машины около восьми тонн, она не только высокопроходимая, но еще и маневренная. Способность вождения техники в сложных погодных условиях – один из обязательных навыков для военнослужащих водителей в ОГРВ. За ходом выполнения заданий строго следят. Водитель проезжает препятствия. В случае задевания данных габаритов подается сигнал красным флажком. Допускается сделать не более двух ошибок, то есть не более двух задеваний. Учение производится для того, чтобы дать водителям навыки вождения автомобиля по ограниченным проездам, чтобы в дальнейшем ему было легче управлять автомобилем в различных погодных условиях и вообще в течение боевой подготовки. Но прежде чем приступить к вождению, как и в любой автошколе, сначала сдают экзамен на знание правил дорожного движения. В это же время другая группа водителей упражняется в технической части. Например, на этом рубеже как можно за меньшее время нужно установить аккумулятор. Главное правильно установить аккумуляторную батарею и не перепутать полярность. В ОГРВ служат только контрактники. Многолетний опыт вождения за плечами многих из них. В автодроме мы оттачиваем навыки вождения в любых погодных условиях, зимой и летом. Принимаешь быстрее решения, уже навыки отточенные и это помогает. За срок учебного периода в оперативной группе проведено более 40 занятий по вождению боевых машин. Это около 200 часов за рулем и более 1000 километров. Именно такая подготовка, рассказывают офицеры, позволяет сохранять нулевой уровень аварийности. Ярослав Богат, Павел Болженко, Первый Приднестровский телеканал. Близится к финалу эстафета Олимпийского огня. Уже завтра пирожа арптицы доставят на стадион Фишт в Сочи, где торжественно зажгут главную Олимпийскую чашу. Путешествие главного символа игр назвали самым длинным в истории. Оно длилось 122 дня, за которое пламя преодолело 65 тысяч километров. Огонь побывал на Северном полюсе, на дне Байкала и даже в космосе. Далее в выпуске обзор мировых новостей. Российский «Газпром» ищет новые маршруты для газопровода. Компания рассматривает возможность строительства дополнительных ниток северного потока. Этот вопрос на днях обсудили председатель управления Алексей Миллер и управляющий директор «Нордстрим» Матиас Варник. «Газпром» рассмотрел результаты техническо-экономического анализа, проведенного компанией-оператором. В свою очередь «Нордстрим» пришел к выводу, что строительство дополнительных ниток газопровода экономически целесообразно и возможно как технически, так и экологически, а также с точки зрения привлечения необходимого финансирования на банковском рынке. Исследование также выявило потребность в дальнейшем увеличении импорта газа на европейский рынок в долгосрочной перспективе. Европейский парламент призвал Евросоюз, Соединенные Штаты Америки и Международный вылетный фонд предложить конкретную финансовую помощь Украине. Об этом идет речь в обнародованной на сайте Европарламента резолюции по ситуации в Украине. Ранее Европейский парламент призвал ЕС начать подготовку санкций против украинских чиновников, ответственных за насилие в отношении участников Евромайдана. Кроме того, евродепутаты поддержали создание независимого следственного комитета под гидой Совета Европы для расследования всех нарушений прав человека, которые имели место с начала демонстрации в Украине в ноябре 2013 года. Незначительные люди. Так лидер либеральной партии Молдовы Михаил Гимпу в одном из своих интервью назвал Башкана Гагузи Михаила Формузала и лидера социалистов Игоря Дадона. Он заявил, что объявил бы Дадона персоной нон-грата, так как, цитата, «Он работает против государства, в котором родился и вырос. Он работает на страну, которая разрушила нашу страну. Дадон предает страну референдумами». Что касается Башкана Гагузи Михаила Формузала, то у него, по мнению Гимпу, нет ни морального, ни юридического права быть членом правительства. Либеральная партия Молдовы выступила с законодательной инициативой об исключении Формузала из состава Кабмина. Сильный снегопад обрушился на Китай. Всего за сутки там выпало 16 сантиметров осадков. Ухудшение погодных условий уже привело к закрытию основных дорожных магистралей в девяти провинциях страны. Специалисты называли ситуацию нетипичной. Так, в столице КНР Пекине, который еще не видел снега в этом году, метеорологи предсказывают выпадение осадков и понижение температуры до минус 18 градусов. Председатель правительства поручила всем министерствам и госслужбам Приднестровья пересмотреть государственные заказы на проведение научных исследований. Об этом шла речь на заседании Высшего консультативного совета по науке и технике. По мнению Татьяны Туранской, ученые республики сегодня должны приложить все силы для социально-экономического развития государства. В прошлом году преднестровские эксперты разработали 56 научных тем. На каждую из них был получен государственный заказ. Правда, есть и такие, в которых сегодня нет особой необходимости. Причины тому разные. Например, неактуальность или невозможность использования исследования в контексте развития государства. Поэтому премьер-министр Татьяна Туранская поручила всем ведомствам пересмотреть госзаказы на проведение научных исследований. Нередко возникает ситуация, к сожалению, оторванности наукоемкой сферы от сферы текущих вопросов и интересов промышленного сектора нашего государства. Возможным решением может стать более тесное взаимодействие производственной сферы, которые нуждаются в освоении и применении новых технологий. В том числе это информирование потенциальных конечных потребителей. По мнению Татьяны Туранской, научные достижения требуется применять больше в производственной деятельности. При этом всегда нужно преследовать цель оптимизации средств, которые будут потрачены из республиканского бюджета на эту деятельность. Тем более, что заказы для преднестровских ученых всегда есть. В частности нас, как Министерство экономического развития, интересуют вопросы, связанные с созданием совместного университета справочника-инвестора. Для преднестровских предпринимателей, которые могут себя защитить от непонятного какого инвестора, которого они приглашают, они этого боятся. Но и для иностранных инвесторов, точно так же, которые должны понимать что-то в нашем правовом поле, чтобы двигаться сюда. Представители преднестровской науки согласны повышать практическую эффективность своих научных достижений. Но для этого требуется поддержка государства и материальное стимулирование, говорит ректор ПГУ Степан Берил. Здесь с целью хозяйства конкретные проблемы, связанные с истощением почвы, с болезнями сельскохозяйственных культур, с понижением урожайности, с изменением климата, причем таким очень стремительным и быстрым, который может повлиять в целом на продовольствие и безопасность государства. Здесь идет вот о чем, чтобы практически число таких задач, заданий было превалировано. Все участники совета высказали единое мнение о том, что преднестровскую науку требуется совершенствовать. Достижения ученых должны быть направлены на социально-экономическое развитие государства. Александр Логутин, Роман Донец, Первый Приднестровский телеканал. За сутки до официальной церемонии открытия Олимпийских игр уже завершились первые квалификационные этапы. Тираспольская спортсменка выполнила норматив по плаванию для участия в юношеской Олимпиаде. Об этих и других новостях в спортивном обзоре. Сноубордисты Спортивную программу «Игр» в Сочи открыли сноубордисты. Сегодня состоялась квалификация в дисциплине «Слоуп стайл». Россиянин Алексей Соболев, несмотря на падение во второй попытке, преодолел предварительный раунд и вышел в полуфинал, где его соперниками в борьбе за попадание в решающую стадию будут 19 спортсменов. 8 лучших попали в финал уже сегодня. Обладатель золотой медали в «Слоуп стайле» определится в эту субботу. В женском «Могуле» также завершилась первая квалификация. Из 30 участниц 10 лучших напрямую вышли в финал. В их числе и российская спортсменка Регина Рахимова. Еще 10 финалисток будут определены по результатам второй части квалификации. В женском сноуборде в дисциплине «Слоуп стайл» завершились отборочные соревнования. Они проходили в две сессии. Первая четверка из каждой вышла в финал напрямую. Спортсменки, занявшие места с пятого и ниже, будут выступать в полуфинале, где определятся еще четыре финалистки. Что касается квалификации, то лучший результат показала австрийка Анна Гассер. Отметим, что представительницы России не выступали. Между тем завершилась короткая программа командного турнира в фигурном катании. Олимпийский чемпион Турина Евгений Плющенко выступил, чисто откатав свою программу. Оценка 91,39 позволила российскому спортсмену занять второе место. Строчкой выше оказался японский фигурист Юзуру Ханю. К новостям в республике. Тираспольская пловчиха Татьяна Перснева выполнила квалификационный норматив для участия в юношеских Олимпийских играх. На открытом Кубке Белоруссии наша спортсменка завоевала три медали. Перснева стала обладательницей золота на дистанции 400 метров вольным стилем, серебра в дисциплине 200 метров на спине и бронзы в 100 метровке на спине. Завершился объединенный суперкубок среди футбольных команд России и Украины. Последний тур принес успех украинским клубам. И шахтеры, и металлисты по ходу встречи уступали соперникам, но в итоге одержали победы с одинаковым счетом 2-1. Таким образом, ЦСКА и Зенит замкнули турнирную таблицу, а победителем первого объединенного суперкубка стал Донецкий шахтер. Вадим Гачков, Первый Приднестровский телеканал. Это были главные новости на сегодня об этих событиях. И не только вы можете узнать на сайте нашего телеканала. А теперь о погоде. 7 февраля в Москве пасмурно, небольшой снег. Ночью минус 11, днем минус 4. В Киеве облачно, снег. Ночью минус 4, днем около 0 градусов. В Кишиневе ясно, ночью около 0, днем плюс 2. В Хинвале также ясно, ночью минус 5, днем плюс 2. В Сухуми ясная погода, ночью 5, днем 9 градусов выше 0. В нашей республике, по сообщению Гидромедцентра, ожидается облачная погода без существенных осадков. На дорогах гололедится, местами туман. Ветер южный, 5-8 метров в секунду. Атмосферное давление выше нормы. Температура воздуха ночью по северу республики минус 2, минус 4, днем минус 1, плюс 1 градус. В столице ночью минус 1, минус 3 градуса. Днем от 0 до плюс 2 градусов тепла. В последующие сутки ожидается погода без осадков, и температура воздуха существенно не изменится. Спонсор метеовыпуска – компания «Хайтек Электроникс». Только этой зимой в сети магазинов «Хайтек». Совместная акция с «ЛГ». Каждому покупателю любой стиральной машины «ЛГ» в подарок 7 килограммов стирального порошка. «Хайтек» и «ЛГ». Холодной зимой согреваем подарками. Такими событиями запомнился сегодняшний день. Всего вам доброго. И увидимся завтра, как всегда, вовремя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok